вчера по телевизору показывали чилийских шахтеров которые доставали с помощью какой-то специальный комп к капсулы из-под земли два месяца люди провели в этом кошмаре задуматься так ужас я вот думаю почему шахтеры становится шахтерами ну понятно причин много судьба родиться в шахтерском поселке шахтерской семье где больше никаких возможностей как бы нету один путь в шахту я вот думаю сколько бы шахтер этот представитель самой одной из самых героических опасных рискованных профессий не не вкалывал какие бы усилия он не прикладывал кроме пенсии может быть хорошей премии хорошей премии хорошей премии вряд ли что он получит а сколько других профессий где люди вкалывают и без всяких надежд на то чтобы преуспеть разбогатеть стать свободными чувствовать себя комфортно в любой обстановке дать своим близким по максимуму возможности пользоваться благами этой жизни цивилизации ведь живут ужасно в шахту каждый день спускаться под землю на 1 тысячи метров рискуя жизнью понимая что в любой момент может что-нибудь взорваться лопнуть рухнуть завалить стать инвалидом и надеяться только на пенсию на пять лет раньше там допустим какой ужас я вот кстати говоря тоже служил на корабле и считал что нормально а что и ребята на подводной лодке курск тоже служили на корабле дом ночью нормально гордели своей профессией зарабатывали на самом деле крохи жалкие деньги сейчас это настолько хорошо понимаю короче говоря я хочу сказать вот какую мысль есть места есть виды деятельности где ты вкалываешь изо всех сил и получаешь все больше 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 и больше а есть такие места такие роды занятий такая работа где сколько бы ты не вкалывал как бы ты не рисковал жизнью ты все равно сдохнешь бедным несчастным с пенсией и вечно будешь думать а вот цены подняли а вот картошка по 15 гривен а вот значит там сахар стал и вот вот эти разговоры будут тебя преследовать и дети твои будут смотреть на тебя жалкими глазами сначала жалкими а потом обиженными не удовлетворенными и скажет ай все что он учил нас все это фигня на самом деле потому что жизнь дерьмо но к сожалению большинство так и проживет я сетевик я весь пронизан духом сетевого бизнеса и все о чем я не думаю все о чем я не говорю всегда увязывается со мной с одной единственной мыслью как делать бизнес сетевой эффективнее лучше доступнее для людей чтобы они быстрее зарабатывали там деньги потому что это единственная индустрия которая позволяет обычному человеку вырваться вот из этого вот кошмара совсем недавно мне с год назад наверно может быть чуть позже чуть раньше вернее один мой дистрибьютор партнер в компании который я работал тот период сказал Олег Григорьевич вы знаете вот раньше подписывались люди а сейчас перестали подписываться я работаю 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 все больше работаю а они перестали вдруг подписываться что-то происходит или что что мне делать и вот он обращался ко мне я ему говорю работай больше работай больше а в душе и начинал уже понимать что сколько бы он не работал как бы он не старался какие бы усилия он не прилагал как у шахтера выход будет мизерный потому что компания идет на затухание потому что бизнес не развивается потому что внутри там нет потенциала уже таких бизнеса в море сетевых компаний которые еле трепыхаются которые 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 еле 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 держатся на плаву которые ведут своих дистрибьюторов только лишь на 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 мотивации и у них нет будущности никакой их много причин огромное количество это прежде всего видение руководителей их личностные характеристики идея которая лежит в основе бизнеса товары и продукты их востребованность качество и так далее так далее не хочу вдаваться в это дело есть компании которые обладают колоссальным потенциалом и если ты там работаешь то сто процентов ты преуспеешь другое дело какая цена взять там компанию мвэй например стань героем в этом бизнесе или в гербалайфе или эван или арифлейм или монстры которые стоят уже десятилетиями стопроцентно если ты там будешь скалывать как сумасшедший до одури по 18 часов в день ты гарантированно преуспеешь но если ты сможешь заплатить такую цену очень мало людей могут это сделать потому что это тяжкий труд у меня есть такой опыт поэтому я вот все время думаю что надо искать ты же не шахтер хотя ничего против не имею наоборот я уважаю этих людей ты же не в военный моряк ты 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 же дистрибьютор тебя же учат тому как ставить цели как достигать самых больших высот как визуализировать эти цели как делать как делать планы крутые каким образом добиваться этих целей тогда тебя же обучают ты же дистрибьютор ты должен видеть потенциал своего бизнеса масштаб его видение руководителей перспективу какой у него охват какой размах способен ли этот бизнес стать глобальным масштабным огромным и чтобы он еще и был новым молодым свежим вот я точно знаю вот я точно знаю вот абсолютно точно знаю то что компания в которой я работаю именно такая еще она самая важная она только начинает я думаю что я не имею права об этом не сказать присмотритесь к тому что вот там вот там на ссылке пройдите по этой ссылке посмотрите просто вникните просто вникните сетевик или не сетевик вникните там богатство и если больше и и лучше и качестве и эффективнее будешь скалывать тем быстрее ты станешь успешным на всю жизнь не надо нам спускаться в шахту нам сетевикам образно говоря я очень уважаю шахтера я им сочувствую сочувствую только по одной единственной причине что они не ну может это их судьба не знаю может это их призвание не знаю но для сетевика важно знать если ты вкалываешь если ты отдаешься весь если ты 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 положил все на алтарь своей победы то ты обязательно получишь и это кошмар когда ты все положил а не можешь получить только потому что ты не туда бьешь не в ту цель не в ту компанию работаешь до встречи на наших мероприятиях